У меня уже вот это вот так вот сидит всё. У водителя автобуса нелёгкий день. Он уложился в график, но с нарушением правил дорожного движения. Повернул налево из среднего ряда, причём прямо на глазах у дорожных полицейских. Инспекторы вели скрытое наблюдение. Вот у меня самый главный злодей города Ярославля. Самый главный злодей. Со второго ряда повернул. Почему повернул? Потому что полоса была вся занята, вплоть до окраса Богородской достановки. Мне куда-то нам было деваться. Либо встоять и ждать, и держать пробку всю. Вот так вот. Самый главный нарушитель. На перекрёстке улицы Калинина и Московского проспекта в Ярославле, где и попался шофёр, патрульной машины не видно. Однако контроль за соблюдением правил идёт строгий. Инспекторы сидят в гражданском автомобиле, следят и сообщают о нарушениях другому экипажу, который и выписывает штрафы. Путём фиксации на видеокамеру, установленную в автомобиле гражданского исполнения, мы передаем информацию наряду, который находится в непосредственной близости на автомобиле служебном. С назначенными цитрифическими схемами. И они уже фиксируют правонарушение. Не все осознают правонарушение, люди пытаются сбежать от ответственности. А когда инспектор им показывает видеозапись, что на самом деле правонарушение, оно зафиксировано, то люди в большей мере соглашаются. А этот водитель поначалу не соглашается с нарушением. Мужчине показывают видеозапись, на ней чётко видно поворот из среднего ряда. Ярославец больше не спорит, просит инспекторов привлекать к ответственности всех, без исключения нарушителей, особенно владельцев дорогих иномарок. Я хотел убедиться, что видеоматериал у них есть, ознакомиться с нарушением. Там неудобный поворот. Машин скапливается больше, чем надо повернуть. На две полосы сделать поворот налево. Скрытое наблюдение – метод эффективный, особенно для контроля за такими вроде бы незначительными нарушениями, как заезд за стоп-линию и остановка на пешеходном переходе. Георгий Колчин, Полина Грач и Олег Лушников. Оперативное вещание.